Спасибо. 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 Я прошу включить микрофон. Депутату Гравцову. Геннадий Владимирович, Сергей Евгеньевич, у меня огромная просьба. Мы сегодня очень важный час проводим. Мы пытаемся сказать по ведению. Нам отличает микрофон так, что они потом не работают. Приходят в Государственную Думу для доклада, не надевая мундир. Этот вопрос не регулируется регламентом, поэтому никакого нарушения нормы нет. Но я обращаю внимание на наших коллег. Я напоминаю, что от каждой фракции по четыре вопроса. Первый вопрос задает представитель фракции КПРФ. Хотите в отставку? Он всего лишь подводит итоги. Так вот, в начале этой недели руководитель территориальной избирательной комиссии Автозаводского района... Владимир Евгеньевич, от фракции ЛДПР. Депутат Лебедев, Игорь Владимирович. Владимир Евгеньевич, выборы прошли с нарушениями, и с этим уже никто сейчас не спорит. Я не утверждаю, что вы главный виновник всего произошедшего, однако выборы эти в народе уже называют чуровскими. И просто так сказать, что ваша репутация чиста, вы уже не сможете. На наших глазах творится история, и вы уже стали частью этой истории. Но вот вопрос, в качестве какого героя запомнит вас страна? Если вы сейчас и здесь, и сегодня подадите в отставку, то остается шанс, что страна запомнит вас в качестве положительного героя. Готовы вы это сделать? Спасибо, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Мы должны, наверное, данные высказывания рассматривать как идущие не от сердца, а от ума уважаемого депутата. Спасибо. Вопрос Чуру в развитии вопроса депутата Белякова. В ноябре прошлого года МОЗГОР избирком оставил без внимания предложение «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Яблоко» о соблюдении интересов всех политических партий при назначении председателей, заместителей председателей, секретарей участковых избирательных комиссий. Абсолютное большинство указанных должностей занято представителями «Единой России». Работа избирательных комиссий определяет честность и объективность голосования. Принцип формирования руководства избирательной комиссии законодательно жестко не регламентирован. Предложение об избрании руководства УИКов на паритетной основе не входит в противоречие с нормами действующего законодательства и может быть легко реализовано при изменении норм закона. Все зависит лишь от воли вышестоящих избирательных комиссий. В преддверии выборов президента это позволит соблюсти баланс интересов и усилит ответственность за результаты голосования всех участников выборов, сделает их более открытыми и справедливыми. Каково ваше мнение? Имеет ли эта идея перспективы реализации? Александр Александрович, во-первых, позвольте поблагодарить вас за действительно актуальный вопрос. Я с трибуны также говорил об актуальности изменения подходов к подготовке участковых избирательных комиссий. Что касается Московской городской избирательной комиссии, то мы недавно совсем вновь переутвердили на должность члена Московской городской избирательной комиссии по квоте Центральной избирательной комиссии, представителя КПРФ, которая, по имеющейся у меня информации, занимала пост заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии и вновь займет этот пост в ближайшие дни. Что касается участковых избирательных комиссий, то в Москве ровно так же, как и в России, ровно половина руководящих постов распределена между политическими партиями. Что касается предложения о том, чтобы формировать руководящую тройку участковой избирательной комиссии по партийному признаку, вот во Владимире я на выделенных временных участках такую идею уже предложил. Хотя в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации постепенно начинает преобладать мнение о полной депортизации избирательной системы, то есть о запрете членства в партии членам избирательных комиссий всех уровней. Это связано с тем, что мы не политический орган, мы орган, организующий выборы и политические дебаты внутри нашей системы недопустимы. Это законодательная норма. Спасибо.